Здравствуйте, меня зовут Наталья Самоленко и с вами снова канал Европлант Лайф. Помните, как у Чехова было? В человеке все должно быть прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли. Перефразируя слова великого классика, скажу, что и на даче все должно быть прекрасно. Ландшафт, садовник, инструмент и даже его одежда. Уже давно в прошлом остались времена, когда на дачу ссылались ненужные вещи. Дрявые штаны и другая старая рваная одежда. Дача сегодня воспринимается совсем по-другому. Это не место, где мы отбываем каторгу сутками, пропалывая грядки и копая картошку. Дача – это место, куда мы бежим от городской суеты отдохнуть, заняться своим участком. Нам хочется, чтобы все вокруг было удобно и красиво. И чтобы ничто не мешало нашему общению с садом. И отмечу, что именно удобная и красивая одежда здесь играет важную роль. Она важна ничуть не меньше, чем хороший секатор или лопата. Особенно меня поймут те, кто с растениями имеет дело каждый день. В этом году нашему садовому центру исполняется 17 лет. И ежегодно встает один и тот же вопрос. Нужна приличная форма для садовников и продавцов? Садовая одежда должна быть уютной, не маркой. Желательно, не промокающей после первых же капель дождя. Я помню, в какой восторг я пришла, когда увидела садовую одежду шведской компанией Garden Girls. В их комбинезонах и костюмах ты чувствуешь себя настоящей феей сада. И хотя дизайн был на высоте, минусы я все же нашла. Первый – это высокая цена. А второй – за год я износила две пары брюк. Третий костюм я уже заказывать не стала. Цена и недолговечный материал меня остановили. Если бы я круглыми сутками только и делала, что снималась в роликах и позировала на камеру, то лучший сценический костюм придумать было бы сложно. Но ведь и работать когда-то надо. Поэтому я очень обрадовалась, когда на российском рынке садовых аксессуаров появилась одежда для садовников и садоводов от нашей отечественной компании Floria. Ее разрабатывал не просто модельер, ничего не знающий о работе с землей, а человек, который всю свою сознательную жизнь посвятил ландшафтному дизайну. Поэтому в первую очередь я обратила внимание на теплые брюки. Они сшиты не просто из плотного материала, а с высокой посадкой, чтобы не застудить спину и не мучиться радикулитом потом. Ткань на брюках мембранная, она дышит, но и держит при этом тепло. На коленнике задние карманы произведены из непромокаемой ткани. Внизу есть затяжка под сапоги. Толстовка оснащена резинкой, чтобы опять же не просклозила спину. Рукава разработаны так, что максимально защищают вас от грязи. Для любителей работать под музыку есть отверстие для наушников, оно находится в верхнем кармане. Утеплитель на жилете из гипераллергенного материала, аналога натуральной шерсти. Но главное, главное, эта одежда не пачкается. Все как я люблю. Испачкалась, отряхнулась и снова как новенькая. Если вас заинтересовала эта коллекция, то ссылка будет внизу в описании. А садовые костюмы можно также провести в нашем садовом центре. Ну а если вы скажете кодовое слово Европлантлайф, то на одежду получите дополнительную скидку 10%. И пусть садовые работы будут вам только в радость. На этом все. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова